По чудесному освящению 5000 человек, пятью хлебами, о котором читалось Евангелие в прошлую неделю, Иисус Христос повелел ученикам своим переправиться на другую сторону Галилейского озера, а сам удалился на гору помолиться наедине. Непонятно было им, почему учитель велел плыть в обратный путь, и при том одни без него. В унылом настроении ученики плыли дальше и дальше от берегов Вифсаиды, а между тем настала ночная тьма, и подул сильный противный им ветер. От Вифсаиды до Капернаума, куда они плыли, было не более восьми верст. Они могли доплыть за один час. Теперь же сильный ветер до крайности затруднял движение. Вот уже наступила четвертая стража. По палестинскому времени это было на заре. Буря продолжала свирепствовать с необычайной силой, и опытные рыбаки, видимо, начали уже терять надежду на спасение. Поразительную картину представляла эта лодка, застегнутая ночью бурей. В ней была вся зарождавшаяся христианская церковь. Достаточно было налететь одному, особенно свирепому валу, и эта церковь погибла бы в воде. Положение было крайне опасное. И Христос не оставил их без помощи, как и прежде спас их от потопления во время плавания в страну Годоринскую. По свидетельству святого Марка, он видел их бедствующими в плавании и запрещал в водной стихии поглотить их. Он подверг веру их испытанию, и когда настала крайняя опасность, не замедлил явиться к ним для спасения. На заре сквозь утреннюю мглу ученики заметили движение по морю какого-то таинственного человеческой фигуры, которая шла к ним по волнам озера. Еще более объяв их ужас. И вот при виде этого призрака они скрикнули от ужаса. И на мысль им не приходило, что это к ним приближался милосердный Учитель, чтобы избавить их от великой опасности и вновь засвидетельствовать пред ними свое всемогущество. И действительно, сквозь рев свирепой бури раздался бесконечно любящий и ободряющий голос. «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Вскоре ветер утих, опасность их миновала. Порывистый в своих действиях Петр, пылая верою во всемогущество своего божественного Учителя, вскрикнул ему, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» «Иди!» – отвечал ему Христос. И Петр пошел к нему навстречу по воде, как по земле. Когда в нем преобладала вера, он мог безопасно ступать по воде. Когда же возникла самоуверенность, свирепые волны отняли у него мужество, и он начал тонуть. Сознавая свой духовный грех, он испуганно воскликнул, «Господи, спаси меня!» Христос смилился своим слишком самоуверенным учеником и просер к нему руку, взыскав при этом легкий укор, маловерный, зачем-то усомнился. Затем они оба вошли в лодку, и по мгновению Христа разъеренное озеро стихло. Все это произвело на всех глубокое впечатление. И все в бывшие лодки подошли и поклонились Христу, громко провозглашая, «Истинно, ты Сын Божий!» В этом изложенном евангельском чтении, кроме исторической его стороны, заключается и другой глубокий смысл. Святые отцы сравнивают лодку, на которой ученики целую ночь боролись со свирепой бурью, с Церковью Христовой, море с миром, бурью с гонениями на церковь. Вздымались яростные волны сектанства, лжеучения и лжемудрствования, которые готовы были, по-видимому, поглотить ее. Но Христос никогда не оставлял своей церкви и всякий раз приходил к ней на помощь. Вынесенные учениками буря изображают бурю страстей, волнующих человеческое сердце, бурю напастей, одолевающих нас, бурю тех опасностей, которым мы часто подлежим всей жизни. Доблесть истинного христианина в том и заключается, чтобы он не предавался отчаянию, а боролся в тяжких обстоятельствах до последней возможности, в полной уверенности, что рано или поздно, хотя бы около четвертой стражи его жизни, Господь увидит его борьбу, сжалится над ним и придет к нему подать руку помощи. В этой уверенности заключается истинный якорь спасения для христианина в борьбе с обуревающими его духовными и телесными напастями. И история многочисленными примерами доказывает, что такая уверенность никогда не подстрамляется. Церковный Вестник, 1893 год.